Добрый день! В эфире программа «Из первых рук». Сегодня мы поговорим о реализации в нашем регионе программы «Серпын». У нас в гостях методист учебно-методического отдела Аргу имени Жубанова Айгуль Хабибуловна Мухамбетова. Добрый день! Здравствуйте! Айгуль Хабибуловна, скажите, пожалуйста, вот когда началась реализация программы в нашем регионе и вообще какова цель программы? С 2014 года в Казахстане работает государственная социальная программа «Серпын-2050» «Мянглик Елижа Старая Индустрия Га». Цель программы – обучить и трудоустроить молодежь с избытком трудовых ресурсов из пяти регионов. Это Алматинская область, Туркестанская, Жамбулская, Казалардинская и Мангистауская областей. Их надо трудоустроить и обучить, в общем, в наших регионах – Восток, Запад и Север Республики. То есть из этих регионов в основном приезжают в нашу область, да, для обучения? Да, именно для представителей этих регионов работает эта программа. А вот за этот период, да, действия программы, сколько студентов уже прошли обучение именно вот в вашем вузе? Ну, если начинать с 2014 года и заканчивали вот в этом учебный год, 633 человека училось у нас, 134 человека уже выпустилось. В этом году был первый выпуск программы этой. В настоящем году учится 605 человек. То есть из каких регионов сейчас? Из этих пяти регионов. А на какие специальности выделяются гранты? Так, это у нас специальности будут дошкольное обучение и воспитание, педагогика-методика начального обучения, педагогика-психология, дефектология, математика, физика, информатика, химия, география, казахский язык и литература, иностранный язык, два иностранных языка, профессиональное образование, казахский язык и в школах с нерусским языком обучения, с неказахским языком обучения, и социальный педагогик, и самопознание. Все эти специальности относятся к категории, к направлению образования. То есть получается, что наш регион, да, и вот вышеперечисленные регионы, они испытывают нехватку педагогов, да? Нехватка педагогов, да. Дело в том, что сейчас же вот как пенсионеры уже уходят на заслуженный отдых, и особенно в сельских регионах испытывают много нехватка в педагогических кадрах. А вот в нашем регионе в какие районы, в каких районах более востребованы учителя? Да. У нас во все районы мы отправляем, просто где-то одни специалисты, где-то другие специалисты. Со всеми районами мы работаем, во все районы мы распределяем студентов. То есть потребность в учителях вообще большая, да, увеличивается? Есть потребность и в городе, и в районах. А вот студенты, которые обучаются сейчас, они именно трудоустраиваются будут в районах или в городе? По запросам, где есть место, вакансии есть, там они устраиваются. А вот всего за этот период грантов сколько было выделено? Грантов? Именно вы имеете по Сирпен? Да, да, да. Грантов. Ну, по Сирпен в прошлом году, кто они учатся, все они по гранту учатся. То есть и в этом году тоже, да? Да, все они обладатели гранта Сирпен. 20-50. А вот что касается трудоустройства выпускников, где трудоустраиваются, сколько студентов, прошедших обучение, уже трудоустроены? Вот в этом текущем году, в 2018-м, у нас был первый выпуск, закончило 134 студента, и в 134 мы 124 100% распределили. Но распределение было предварительное. 134 человек, 124 распределили, 10 человек у нас были, имеющие малолетних детей до 3 лет, они были освобождены от распределения. А на сегодняшний день мы уже можем говорить о трудоустройстве, уже определились они. Из них, получается, из 124 5 человек у нас по беременности освободили, 176 человек поступило в магистратуру, и получается 43 человек у нас работают по распределению. А вот программа предусмотрена, да, распределение студентов после вуза? Да, тут у нас программа немножко, она именно нацелена на то, чтобы студенты обучались и трудоустроились в регионе, в котором они обучались. Ну и получается вот из вышесказанного, что есть определенные причины, по которым, значит, можно освободить, да? Предпричина, вот, или, ну, по состоянию здоровья, если человек, там, инвалид, там, второй или первой группы, потом имеет, там, престарелых родителей, там, и если поступил в магистратуру. То есть, и у нас, получается, очень много желающих продолжить обучение. В магистратуру, вы сказали, поступило? 76 человек поступило. То есть, это достаточно высокое число, да, количество людей? А что касается, вот, проживания студентов, которые приезжают из других регионов, как решается этот вопрос? Университет имеет четыре общежития студенческих, общежития все обеспечены всем необходимым, и участники программы СЕРПИН обеспечиваются общежитиями в первую очередь. То есть, все местами обеспечены? Да, все обеспечены, 100% обеспечиваются. А что касается, вот, условий проживания в общежитиях, то какие они? Условия соответствуют всем нормам требуемым. Имеется, там, интернет-зал для студентов, кухни, бытовки. То есть, библиотеки, все это предусмотрено? Все это предусмотрено. Ну, кроме этого, они в учебных корпусах тоже оснащены интернет-залами, лекционными залами, конференц-залы имеются в каждом корпусе. Потом у нас еще в каждом корпусе имеется спортзала. Всего учебных корпусов пять. При этом у нас еще имеется два спортивных комплекса, имеется бассейн, имеется технопарк. В общем, все условия создаются для обучения студентов. Скажите, пожалуйста, среди самих студентов, какие специальности пользуются наибольшим спросом? Ну, у нас в основном педагогические, педагогика, психология в прошлом году было много. Потом казахский язык в национальной школе. Еще какие специальности? Математика, информатика вообще пользуются? Математика, информатика есть, да. Но получается, что где-то примерно всем одинаково. От 10 до 20 человек учатся на каждой специальности. Вот 14 специальностей у нас в прошлый год выпускалось. По 14 специальностям от 10 до 20 человек где-то прием у нас имеется. Это у нас направление образования. А с 2017 года еще у нас добавился прием на направление технические науки и технологии. Это с 2017 года? С 2017 года. Ну, к сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Я благодарю вас за содержательную беседу. Я напомню, что у нас в гостях был методист Аргу имени Жубанова Айгуль Хабибуловна Мухамбетова. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин